вторая часть нашего видео еще раз повторюсь это был цвет графит обращайте внимание всегда не на наклейку потому как это компьютерная вещь а все таки если в том регионе где вы живете есть официальные представители официальный представитель есть на всей территории германии практически везде обращайте внимание опять-таки повторюсь не на цвет обращайте внимание на попросите у своего представителя книги в этих книгах на формате а4 книги нарисованные все листы от руки и там вы видите истинный цвет краска состоит из пигмент вода и край до сорт экшель в него добавлено 10 процентов лака для того чтобы эта краска могла применяться на таких поверхностях которые мы пользуетесь вы чаще и больше не забывайте о том что все пигменты сидят вот здесь краску нужно даже если она выглядит идеально очень хорошо размешать работайте пожалуйста в перчатках для того чтобы не оставались никакие жирные отпечатки пальцев я не имею ввиду грязные руки я имею ввиду то что наши руки не оставляют отпечатки пальцев и просто так для вас будет лучше открываем у меня так как я переезжаю мне нет специальные открывашки но вообще-то есть специальные открывашки для этих красок перед тем как начать покраску опять-таки объясняю элементарные вещи но многие люди этих вещей не знают если вы работаете не вот такого лоточка вы работаете с самой банки и например вам не нужно не нужны все 750 миллилитров а вам нужно что-то покрасить маленькая старайтесь работать так чтобы вот эти вот ренды оставались чистыми протирайте это влажной салфеткой можно здесь прилепить скотч тот скотч который как называется этот скотч и не прозрачный а бежевый и а скотч чистите кисточку они а саму вот эту вот дозу почему потому что при открытии эта краска два года имеет после того как вы ее открыли срок действия и если вы оставите остатки краски вот здесь и крышка будет грязной банка начнет ржаветь поэтому вот это должно быть идеально чистым и тогда можно на два года поставить в тумбочку эту краску затем когда вы ее откроете на немножко загустеет можно будет немножечко разбавить водичкой в нашем случае во первых я буду работать сладко во вторых я такой темно-серый но мне уже нравится во первых я буду работать сладко я буду красить валиком во вторых мне остатки этой краски пригодятся для другой мебели поэтому все равно хорошо перемешиваем графит очень красивый цвет он будет смотреться темнее намного темнее чем вот здесь вот его видно обратите внимание на структуры краски она очень кремовая казалось бы идеальная но тем не менее все равно я всегда рекомендую хорошенечко эту краску размешать и поднять сверху на низ пигменты ленты смотри графит какой красивый к нам кстати присоединилась лена возможно даже наш оператор так 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 положили это здесь продолжаем помощь мне также идет кисточка поэтому вот эти вот остатки мы убираем кисточкой я повторюсь еще раз я полностью за расходу эту краску поэтому нет необходимости баночку чистить если все таки вы знаете что вам такого количества краска не нужно следовательно влажными салфетками полностью делаете вот эти ренды чистыми начинаем и мотор в нашей студии мы начинаем красить в одну сторону покрасили но решили сменить насадку у валика как я уже повторюсь вот в начале видео мы начинаем из самых проблемных зон а проблемные зоны здесь это все-таки углы не смотря на то что эта краска с первого раза покрывает замечательно не старайтесь с первого раза достигнуть идеального эффекта лена у нас в роли оператора здесь есть за это большое спасибо вот когда я сейчас буду валиком наносить краску желательно было бы показать этот ракурс так уголки прокрасили в этом плане все замечательно теперь начинаем работу валиком если можно сейчас валик мы не прижимаем точнее даже вот я бы сказала так слишком близко мы поставили так батареи ничего страшного мама говорит сначала так а потом завершаем это вот так но опять таки красим мебель в два этапа обращайте внимание при покраске мебели на такую казалось бы мелочь но все-таки важно по той причине что если вы нанесли краску и слишком долго танцуете на одном месте то не исключен такой вариант что вы снимаете валиком они красите то есть вот здесь для первого раза достаточно если вы переусердствуете с нажатием на валик в таком случае будет оставаться своего рода такой мастер узор почему на такой большой площади мы красим это все возле батареи для того чтобы это быстрее краска все-таки высохла или же где краска идет в поры кстати краска немножечко и такой эффект шпаклевки имеют да пусть тебе наверно или знали на передается камера либо не передает но когда он красишь то видишь как краска это ложится замечательно в поры и специально сделаем медленно если там были какие-то микротрещинки эти микротрещинки просто не видно что говорят поставщики краски какую паузу нужно выдержать между первой и второй покраской они предлагают выдержать паузу примерно четыре часа я эту паузу когда крашу мебель не выдерживают 4 часа она если например я работаю со ступеньками либо той же в кухне например то там бы я рекомендовала следовать инструкции таки я повторюсь я смотрю в первую очередь что конкретно я делаю чем я занимаюсь в этот момент здесь мы уже ходили кисточками мы еще раз пройдем и валиком валиком кстати очень экономно расходуются и не забываем мои хорошие вот здесь вот под низом тоже пройтись потому что это все затем в итоге будет видно после второй покраски мы берем эти недоработки которые были сделаны в период нанесения первого слоя краски не старайтесь с первого раза сделать идеальным потому что вот здесь например я уже краску снимаю не наношу оператор оставайся на месте смотрю у нас батарея видно не мебель вот так крышечку буду красить самый последний момент сначала проходим вот такие всякие заморочки здесь то есть начинаем с того что по факту сложнее значит я вот часто конспирируюсь вот этой работой что мне хочется пойти в новый магазин и остатками краски а краска по-любому останется покрасить тумбочку которая там как тебе такая идея пока вот это будет сушиться можно сходить на 2 лавицы море и покрасить пары цена там роза не получше ну а тумбочку мы сделаем с этого серенькой будет хорошо попробовать смотреть будет хороший эффект кисточка видишь такие вот триллин я повторюсь еще раз я не пытаюсь этот комод после первого слоя уже сделать идеальным нет ни в коем случае вам все равно придется красить два раза и есть такие оттенки краски например черный ним красить сложнее чем белым вот графит я бы тоже не относила эту краску к легкой палитре по той причине что я уже вижу что с одной стороны как бы вроде бы равномерно но с другой стороны если вы перфекциониста до равномерности здесь еще работайте работать немножечко я перескочила честно говоря не переживайте за структуру которую видно по той причине что вы это все произойдет потом краска в итоге впитается и этого не будет видно кстати начинаем всегда с углов вот таких я сказала в первой части видео что внутри мы комод не красим потому что эти перепонки они сделаны не из массивного дерева это прессованное дерево противном случае у нас плохо будут скользить наши шипляду как шипляда по-русски ящики элементарные слова но забываешь кисточкой возвращаемся в банку только тогда когда кисточка уже действительно не дает никакого пигмента не слишком тихо говорю хочется же все успеть мы не хотим не хотим потеков поэтому таких вот местах работаем полусухим валиком не исключено что здесь придется и третий раз немножечко докрасить что касается такого кстати классного вопроса мне когда-то его задавали на мастер-классе а сколько раз вообще можно красить мебель 2 а если вдруг у вас осталось немножко краски вам некуда эту краску 9 но зачем же ее выбрасывать буду-ка я этот комод красить ровно столько пока не закончится моя краска в таком случае не исключено что краска может отойти если когда-нибудь вы будете красить мебель и будет какое-то место которое не покрывается настойчиво вот просто не хочет покрываться краской следовательно там есть какое-то жирное пятно в таком случае нужно остановиться снять свежей салфеткой нанесенную рядом краску обезжирить заново и продолжать когда работа уже в таком стиле как тебя я так скажу красиво вообще я тоже люблю такой цель особенно когда она выглядит такое невзрачное вроде бы ну хорошая еще весь и вещи еще перекрасить и и тот свет который человеку нравится она могла бы поеду ну так и даже мог могла быть и белый не подходит просто по цветовой гамме не подходит это в комнату понимаешь потому что там антиквариат темная мебель и выбросить жалко и казалось бы это качественная мебель вот в таком случае мы тогда обращаемся за помощью край до фарбом так опять у нас попадается угол прокрашиваем этот угол кисточкой а здесь вот эти вот выемки краска не пахнет краска не текучая обратите также на это внимание кстати смотрите снизу как видно хорошо мы поставили тумбочку на стол чтобы было практичнее и удобней естественно окрашиваем обратите внимание кисточка полусухая но места то в принципе застыки деликатная до вы мои дорогие когда начнете гулять по просторам интернета и искать эту краску вы найдете большое количество видео в котором красят плитку в санузле вот здесь сейчас у меня полетят тапки от моих коллег у меня нет конкурентов у меня есть коллеги и мы наверное в какой-то степени друг друга стимулируем но я вам скажу свое личное мнение по этому поводу если вы живете например в двухэтажном доме и ванная комната снизу используется каждый день но есть у вас на втором этаже ванная которая пользуется только гости там несколько раз в год либо вы просто там моете руки но не так часто принимаете ванну либо душ что влияет на влажность воздуха в этой комнате в таком случае да действительно можно покрасить кафель вот этой краской тогда мы берем сорт экшель если слишком слишком глянцевые хох глянцем как говорят немцы поверхность плитки то предварительно наносите грунтовку стейн блок опять-таки смотрите на это всего лишь как на такой маневр пока вот вы не сделаете ремонт потому что это дешевле чем нанять фирму которая вам сделает это так как это быть должно но если это все-таки комнаты которые используются очень часто то я не рекомендую красить плитку потому что там где влажность но вы же все взрослые люди не верьте в сказки одно дело сделать красивые упала одно дело красивые сделать фотографии для пинтерест либо инстаграм другое дело как на самом деле будет это затем проявляться в быту поэтому когда ко мне приходят люди говорят вот мы посмотрели в инстаграм можно ванную комнату плитку покрасить ванну покрасить рабочую поверхность покрасить да можно но при повышенной влажности воздуха рано или поздно краска начнет отслаиваться поэтому если это все-таки такая комната которая ну вы не часто пользуетесь и воздух там не настолько влажно конечно это можно сделать противном случае готовьтесь к тому что через два-три года вам все равно придется это переделывать здесь нам в помощь кисточку все вот это вот первый слой мы видим проблески в некоторых местах но ничего страшного в этом нет ножки кстати вообще можно красить слепую просто нужно понимать вот знаете как визуально себе представляете а где же та ножка где она-то перед продеваем видишь нужно было изначально пролезть рукой и покрасить ножки теперь здесь уже покрашена поэтому уже мы сюда не особо пролезть можем просто вот эта дощечка она покрыта воском по которому мы выбрали если кисточку выможу воск краска обшелушится поэтому я пока на ножки особого внимания обращать не буду предварительный просто слой наношу по той причине что нужно это чем-то застелить чтобы кисточка не соприкасалась не дай бог с восковой поверхностью поэтому ножки мы пока оставляем это я ладно чуть-чуть еще и все вот именно снизу идеально я их покрашу позже нужно для этого будет чем-то обезопаситься обратную сторону там где фанера мы не красим не красим по той причине чтобы она не раскисла потому что повторюсь еще раз это определенная влажность которая вот сюда идет ну а теперь подходим к тому месту этого комода с которого как правило начинают всегда все и я считаю это ошибочно потому что плату саму вы красите в самом конце вы помните да что мне пришлось здесь в первом видео прошлифовать по той причине что здесь что-то отшелушивалась я также вижу здесь определенную структуру минуточку не нужно ракурс камера видеть я вижу здесь определенную структуру рилинда поэтому я крашу вдоль а потом поперек и я не пытаюсь придавливать на валик ни в коем случае нет у нас краска и немножечко начиная вот здесь прокрашивать я захожу на старую покраску вот так потому что ты за моим валиком не угонишься . можно вот здесь чтобы не батарея была в ракурсе потому что так будет лучше видно новая поверхность и старая поверхность пишите в комментариях мне очень интересно пробовали ли вы вот такую акцию со своей мебелью на какой краске вы работали и вообще что вас в принципе побудила этим заняться я считаю вообще такого рода деятельность очень даже расслабляющие и если в выходной у вас нет желания по плохой погоде куда-то ехать почему бы не заняться покраской мебели начиная красить здесь я немножечко процентов на 25 захожу на уже покрашенные места но если я сейчас вот здесь еще буду валиком танцевать то я сниму краску которую нанесла расход красот краски идет очень маленький вот здесь вот сухо конечно как же уже хочется закончить закончить быстрее да хочется увидеть уже результат работы почему я начала с платы а не с краев потому что когда у меня будет полусухой валик я пройдусь там этим валиком удивительно да как меняется вообще в принципе стиль комода свет боковой тоже не помешал бы в этом деле вот теперь когда у меня мой валик практически сухой можно вот так вот пройтись носиком удостовериться в том что действительно мы все покрыли виды гайфюль как говорят немцы на вот то есть должны чувствовать то что вы делаете видишь не остается никакого кантика по той причине что на валике на самом то деле мало краски вот там где видно какие-то коричневые оттенки это после второго раза уйдет кого не будет видно сейчас нарушим правило у нас тоже срабатывала такая фишка много раз так отходим в сторону смотрим еще и других ракурсов не пропустили ли где-то что-то в принципе нет мне уже нравится скажу честно вот здесь вот еще немножечко немножечко добавить так 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 вот здесь здесь кстати уже сушится по той причине что рядом с батареей уже практически высохло вот так выглядит сейчас этот комод я в свою очередь перехожу к шиплатам к ящикам ну будем смотреть когда он высохнет будем возможно даже немножечко это прокручивать возле батареи до менять сторону чтобы быстрее это все было уже теплым теперь мы подходим к ящикам ящики предварительно сделали чистыми с ящиками немножечко придется конечно поморочиться потому что здесь у нас есть углы настолько маленького ящика у нас точнее кисточки у меня нет я затем кстати в итоге пройду еще и валиком обязательно лишь бы не было потеков пусть лучше будет где-то проблески видны чем если будет слишком толстый слой краски если же все-таки вы решили тумбочка это будет стоять например в ванной комнате тогда я рекомендую изначально нанести грунтовку для лучшего сцепления либо как говорят на языке профессионалов адвезии чтобы эта краска лучше ложилась на грунтовку а если бы мы предварительно прогрунтовали у нас бы вот таких разводов не было и первая покраска была бы уже близка к идеальной так этого достаточно на этом этапе можно немножко подкорректировать валиком совсем чуть-чуть некоторые вот так вот места в принципе это не обязательно что видите валик тоже может здесь такие узоры оставлять так 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 до первого раза в принципе достаточно я просто хочу убедиться в том что ничего нигде не пропустила я довольна результатом такие вот вещи нужно будет сейчас влажными салфетками постереть чтобы чтобы были чистые остальные три шкафчика с ними я проведу такую же акцию после этого мы ждем несколько часов нужно убедиться в том что первый слой уже сухой и после этого наносим второй слой опять-таки ждем несколько часов назад возвращаем грифы золотые ну и вуаля затем готово встречаемся с вами через небольшую паузу когда я начну наносить второй слой лена у тебя какие-то вопросы есть в процессе покраски нет у меня вопросов нет если мне надо будет покрасить у меня знакомая есть галь я ее позову и не думаю что она мне откажет хорошо я тогда тебе предложу немножко другой вариант что ты просто это принесешь сюда и мы это покрасим здесь и сделаем для людей еще параллельно видео я тебя уделю одну белую стенку у себя дома и там сделаешь видео попросишь мне что мне надо то есть я сейчас прохожу кисточкой углы такие вот всякие звенки а затем беру валик в руки конечно же второй раз красить это вот даже не работа просто наслаждение вот когда мы делали паузу на видео ты задала мне какой-то вопрос по поводу покраски мебели ты не вспомнишь какой потому что я сказала мы когда продолжим я тогда об этом тебе расскажу ты не помнишь какой это был вопрос во-первых я тебе задавала вопрос почему ты в шуфлятках не не красишь сторону вопрос я уже ответила в первой части видео потому что на что-то еще рисованная фанера и получится такой эффект когда вы будете этим пользоваться просто будет очень плохо выезжать и все равно будет со сторон поцарапан нас последовательно смысла в этом ли никакого логического вообще вижу то есть это так своего рода сделать себе просто какую-то проблему так скажем без романтики да как нам говорят кто спешит от летели смешать на немножко больше чем нужно поэтому здесь что корма ничего страшного съездим еще раз париж будет повод так значит эта краска еще не отстирается от стирается стирается и отмывается да пожалуйста бывали уже такие случаи когда я спешила и работала без перчаток замечательно просто эта краска основана это вот во первых это водная основа это первое второе там всего лишь пигмент вода край да это мел и и что касается моего любимого сорта экшель сорт всего лишь сорт многие там десять процентов лака иногда приходят люди из-за того что сорт краски мат матовый они переводят это буквально они тогда не хотят экшель говорит я не хочу глянцевый я хочу матовый экшель тоже матовый когда вы матовую краску должным образом сделаете финиш в итоге воском а это обязательная процедура если вы берете сорт сорт мат если вы правильно сделаете этот ферзиглинг у вас не будет по глянцевости отличаться это от сорта экшель наверное возникнет у вас довольно таки адекватный вопрос так а зачем тогда придумали вообще эту краску мат если она настолько непрактичная если помимо 41 евро за банку краски нужно еще 20 евро за прозрачный воск а затем еще там сколько-то евро за цветной воск да зачем если бы заказчица которая попросила меня вот этот комод покрасить если бы она сказала галина я хочу чтобы ты сделала вот этот комод в стиле шебешик если кто-то не знает что такое шебешик не стесняйтесь задавайте вопросы не знать это не стыдно не интересоваться это стыдно как это говорится на смотрите если бы она захотела эффект шебешик эффект теней царапин и так далее то я бы взяла не экшель а я бы взяла краску мат чтобы я сделала я бы покрасила ее например белым цветом эту тумбочку затем бы я нанесла прозрачный воск потому что это как защитные защитное пальто для этой краски для этой мебели да потому что когда вы работаете краской сорта мат в обязательном порядке вы обязаны в итоге как финиш пройтись воском для того чтобы поверхность это не царапалось для того чтобы вы могли этим пользоваться если вы возьмете просто мат краску сорт и просто этой краской вы покрасить комод и вы не обработаете финишную поверхность воском эту краску можно просто взять и влажной тряпочкой просто обмыть скажем так плюс царапины так далее а воском конечно защищает уже от этого процесса и если бы она хотела чтобы например я покрасила матовой белой краской затем я бы нанесла воск прозрачный таким образом закрепляя этот белый тон а затем я бы взяла черный воск и черным воском сделала эффект теней я бы в оптическом плане этот комод застарила бы ну как бы специально можно было бы вот здесь добавить какие-то кучерявые орнаменты там еще кисточкой воском поиграть чтобы больше добавить объема и вот такой старинке этому комоду дам а так как мы хотим просто практично то мы красим экшель иногда я сама не понимаю вот на мастер-классах что можно показать если я бы имела только экшель сорт ничего два раза покрасил все это готово а вот если конечно например вы взяли какую-то модерновую тумбочку ну например а вы хотите чтобы она глянцевая вот такая вот хай-тек и вы хотите чтобы эта тумбочка была например черно-золотая с орнаментами то нужно прикрепить орнамент и покрасить это краской сорта мат ну и затем в общем-то он играть уже воском на мастер-классах я показываю также как можно с помощью сорта экшель добиться шебешик эффекта потому что если например это тумбочка будет стоять в ванной комнате то нам уже сорт краски мат не подходит по той причине что к влажности не настолько она устойчивая как сорт экшель если вы хотите покрасить кухню то следовательно экшель то есть вообще скажу честно вот 90 процентов случаев если это не просто украшение а действительно мебель которой вы в итоге будете пользоваться в быту то это сорт экшель редко очень редко когда люди вообще сейчас покупают еще краску сорта мат раньше когда край де фарбен только появились на рынке то везде были только сорт мат и люди красили кухни покрывали волоском потом через три года все это нужно было опять делать но слава тебе господи пейнтен де паста одна из марок которые они одни из первых придумали сорт экшель таким образом что они просто в эту формулу добавили 10 процентов лака но при этом краска не пахнет мебель ваша дышит эта краска действительно предназначена для мебели в голландии года два назад была такая мода когда стены красили голландцы вот такой от тон в тон с мебелью да и такое бывает о вкусах не спорят если вы хотите также эту акцию повторить то вы берете сорт экшель и краски не мебель и отдельно покупаете сорт краски для стен вам фарбы и таким же тоном красить и стену вот так это делается когда этот комод высохнет он будет более матовый цвет будет более насыщенный но я думаю что сегодня я уже наверно не успею я давнему хорошо просохнуть или завтра добавлю если новые ручки покажи просто ли она вот так это будет очень красиво смотреться вот теперь на этом фоне я считаю намного более выигрышные теперь вот позиция имеет вот эти вот ручки правильно а на коричневом она коричневым не было контраста обратите внимание что обратите внимание что оттенок графит имеет также синеву то есть здесь не доминирует черный цвет здесь доминирует я бы сказала такой вот немного синий мы посмотрим как это будет выглядеть завтра до скорого спасибо после того как мы отключили видео у лены возник один вопрос на который я бы хотела ответить все таки в процессе видео на случае если еще у кого-то возник тут такие же вопросы лена спросила что если взять что-то рюшики рюша ну я думаю ленточки для сделать какой-то монстр значит если вы возьмете какую-то ненужную гордину тонкую гордину мебель должна быть уже высохшей например вы просто укрепите эту гордину вот здесь на этом углу вы можете это использовать как шаблон не только для краски но это для шпаклевки если вы это делаете на дверках тогда у вас будет структурная как бы лепнина на этой мебели такой вариант возможен здесь не та плотность это слишком толстая кружева через них ничего не пройдет но бывают очень красивые бабушкины гордины с красивыми розочками и тогда не нужно специально за 20 евро покупать шаблон можно просто воспользоваться такой гординой если она не нужна и шаблонировать гординой то есть у нас основной цвет здесь темно-серый давай так это называть графит прикрепляем гордину и проходим легко легко валиком белого цвета гордина убираем пожалуйста у нас есть определенный шаблон если это на дверках то можно вместо краски взять шпаклевку и мне это даже больше нравится такое знаешь вот как 3d эффект получается и протянуть это все шпателем только очень-очень тонкий слой то есть должен быть такой своего рода намек на это да ганс клайн момент я и вот таким образом отвечая на этот вопрос я скажу так лучше об этом не говорите лучше это показывать я постараюсь найти какой-то комод который будет совершенно неинтересным для меня совершенно простым без всяких рамочек и какой-либо там в общем совершенно простой комод я постараюсь найти и тогда я вам покажу как шаблонирует краской потому что там тоже очень много нюансов если я начну это все рассказывать видео будет точно два часа длительность лучше наверное все-таки это показать а не об этом говорить как шаблонировать краской как шаблонировать шпаклевкой какую шпаклевку брать стоит ли покупать фирменную которая очень дорогая продается по граммам либо можно найти альтернативу в том же строительном магазине как самому создавать цветной воск вместо того чтобы покупать этот воск и как вообще с этим всем работать и насколько это практично и какие нюансы нужно там учитывать если вам это интересно проявляйтесь в комментариях я обязательно сделаю для вас такое видео спасибо за внимание спасибо за лайки подписку на канал